На территории республики продолжают регистрироваться дорожно-транспортные происшествия из-за бесконтрольного выпаса скота. Одно из них произошло накануне в Теучешском районе. Установлено, что двигаясь по дороге в темное время суток, 58-летний водитель Ниссана не справился с управлением и допустил наезд на корову, находившуюся на проезжей части. В результате ДТП животное погибло, водитель не пострадал. По данному факту проводится проверка. На трассе в Красногвардейском районе 55-летний водитель иномарки совершил наезд на крупный рогатый скот. Автомобилист не пострадал, сейчас устанавливается владелец погибшего животного. Изучение причин, способствовавших этому и другим аналогичным ДТП, позволяет сделать вывод о том, что в основном они происходят из-за бесконтрольного выпаса скота, в том числе в ночное время. По статистике, в 2019 году в Адыгее зафиксировано 73 таких дорожных происшествия, в которых один человек погиб и один пострадал. А с начала 2020 года этих ДТП произошло 26, люди в них не пострадали. Полиция обращает внимание граждан на недопущение нахождения скота вблизи и на проезжей части. Такая беспечность может привести к серьезным последствиям. За бесконтрольный выпас предусмотрена ответственность по статье 35 закона Адыгеи об административных правонарушениях. Далее коротко о наиболее заметных фактах и событиях. 4 августа в правоохранительные органы Адыгеи поступила информация о том, что в крупном торговом центре в Майкопе может находиться взрывное устройство. По данному сообщению, сотрудники полиции города незамедлительно провели проверку. Взрывных устройств не обнаружено. В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия. За 6 месяцев 2020 года в МВД по республике Адыгея поступило 3869 обращений граждан и объединений. Число заявлений через сайт ведомства составило 246. Наибольшее количество обращений было направлено в отдел МВД России по городу Майкопу 558. Традиционно активно граждане интересуются деятельностью ГИБДД. В управление по вопросам миграции поступило 156 обращений. 40 раз жители и гости республики выражали благодарность полицейским за профессионализм, добросовестное исполнение служебных обязанностей и внимательное отношение к гражданам. В последние дни полиции Адыгея задокументировано несколько краж из торговых учреждений. Так, в дежурную часть полиции Тахтамукайского района с заявлением обратилась администратор одного из магазинов. Установлено, что неизвестные тайно похитили товар на материальной ценности. Чуть позже поступил еще один звонок от управляющей другим магазином. Зарегистрирован еще один факт. 22-летний администратор магазина одежды сообщила, что неустановленное лицо тайно похитило материальные ценности. Аналогичный случай произошел в одном из магазинов спортивной одежды в городе Майкопе. Полиция призывает владельцев торговых учреждений к бдительности. Сотрудники госавтоинспекции совместно с молодежкой ОНФ провели профилактическую акцию. Участники региональной команды и сотрудники ГИБДД возле школ и детских садов нанесли на асфальт перед нерегулируемыми пешеходными переходами граффити, напоминающие о правилах дорожного движения. Простые надписи на асфальте. Возьмите ребенка за руку, прочтешь смс на другой стороне, отложи телефон, посмотри, проверь, переходи, передают суть правил поведения на дороге. Далее коротко о наиболее заметных фактах и событиях. 4 августа в правоохранительные органы Адыгеи поступила информация о том, что в крупном торговом центре в Майкопе может находиться взрывное устройство. По данному сообщению, сотрудники полиции города незамедлительно провели проверку. Взрывных устройств не обнаружено. В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия. За 6 месяцев 2020 года в МВД по республике Адыгея поступило 3869 обращений граждан и объединений. Число заявлений через сайт ведомства составило 246. Наибольшее количество обращений было направлено в отдел МВД России по городу Майкопу 558. Традиционно активно граждане интересуются деятельностью ГИБДД. В управление по вопросам миграции поступило 156 обращений. 40 раз жители и гости республики выражали благодарность полицейским за профессионализм, добросовестное исполнение служебных обязанностей и внимательное отношение к гражданам. В последние дни полиции Адыгея задокументировано несколько краж из торговых учреждений. Так, в дежурную часть полиции Тахтамукайского района с заявлением обратилась администратор одного из магазинов. Установлено, что неизвестные тайно похитили товар на материальной ценности. Чуть позже поступил еще один звонок от управляющей другим магазином. Зарегистрирован еще один факт. 22-летний администратор магазина одежды сообщила, что неустановленное лицо тайно похитило материальные ценности. Аналогичный случай произошел в одном из магазинов спортивной одежды в городе Майкопе. Полиция призывает владельцев торговых учреждений к бдительности. Сотрудники госавтоинспекции совместно с молодежкой ОНФ провели профилактическую акцию. Участники региональной команды и сотрудники ГИБДД возле школ и детских садов нанесли на асфальт перед нерегулируемыми пешеходными переходами граффити, напоминающие о правилах дорожного движения. Простые надписи на асфальте. Возьмите ребенка за руку, прочтешь смс на другой стороне, отложи телефон, посмотри, проверь, переходи, передают суть правил поведения на дороге. Еще об одном факте незаконного оборота наркотических веществ. Весной текущего года в ходе проведения мероприятий сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков полиции Майкопского района получили информацию, что 28-летний ранее судимый житель республиканского центра планирует сбыть запрещенные вещества. Полицейские реализовали комплекс оперативных мероприятий, который позволил задержать майкопчанина после того, как он осуществил около 20 тайниковых закладок в одном из дачных товариществ в Майкопском районе. В дальнейшем стражи правопорядка провели осмотровые мероприятия в квартире и автомобиле фигуранта. В результате этой работы удалось изъять приготовленные к сбыту наркотики, а также фасовочные материалы. Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 12 лет. В эти дни сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Майкопскому району совместно с коллегами из службы участковых уполномоченных полиции организовали проверку поступившей оперативной информации. В итоге изъято 4 килограмма мака. По некоторым данным, 49-летний житель одного из населенных пунктов района мог быть причастен к незаконным операциям с наркотиками. Визита группы полицейских мужчина не ожидал и заметно растерялся. Сотрудники незамедлительно провели осмотр домовладения и приусадебного участка. В одной из хозпостроек оперативниками и участковыми был обнаружен тайник с наркосодержащим растением мак. Объем наркозелия оказался значительным и нечасто полицейским приходится сталкиваться с изъятием такого количества мака. Криминалисты провели исследование и установили, общий вес изъятого составил около 4 килограммов. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Продолжаем выпуск. Полиция Геогинского района устанавливается в местонахождении без вести пропавшего Шульги Геннадия Петровича. 1982 года рождения жителя Геогинского района. Геннадий Шульга 25 июня текущего года вышел из своего дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. На вид 38-40 лет. Был одет в синюю футболку и светлые шорты. Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Шульги Геннадия, сообщить по телефону Геогинского района 59 41 00 8 961 819 56 50 или 02 с мобильного 102.